Вас приветствует Старс Эксклюзив. Миллионы россиян ежегодно смотрят главный европейский музыкальный конкурс Евровидения, тщательно выбирают участника, который сможет достойно представить Россию и от души болеют за победу целыми семьями. В прошлом году от России должна была выступать группа Little Big, но из-за мировой пандемии было принято решение перенести проведение конкурса, позже его вовсе отменили. В 2021 году Евровидение состоится в мае в Роттердаме. Из-за решения проводить музыкальный конкурс, страны-участницы начали активно готовиться к предстоящему шоу. Оказалось, что участники группы Little Big представлять Россию в этом году не смогут, их шанс показать себя на международной сцене, к сожалению, сгорел. 8 марта 2021 года на Первом канале состоялось большое голосование, в котором могли принять участие все жители России. С помощью СМС-голосования зрители определили артиста, который будет в этом году петь на Евровидении от Российской Федерации. Победительницей голосования стала российская певица таджикского происхождения Манижа. 29-летняя артистка родилась и провела первые годы своей жизни в Таджикистане. Семья будущей звезды переехала в Москву после гражданской войны в бывшей Союзной Республике. С малых лет Манижа увлекалась музыкой. Она много училась, в том числе и за границей. Повзрослев, начала экспериментировать со стилями музыки и работала с разными музыкантами. Прославилась Манижа несколько лет назад, после того, как начала выкладывать короткие видео со своим вокалом в Инстаграме. Сейчас певица имеет целую армию поклонников. Она поет, снимает клипы и записывает альбомы. На Евровидении 2021 Манижа исполнит композицию «Русская женщина», что вызвало неоднозначную реакцию со стороны россиян. Сама артистка к этому относится спокойно и заявила, что проведенный ей тест ДНК показал, что в генах Манижи смешаны 32 национальности. Желаем Манижи победы на Евровидении 2021. Ставьте лайки и подписывайтесь на Старс Эксклюзив.